привет меня зовут даша и если ты смотришь мой канал давно ты уже догадалась по месту где я нахожусь что я буду рассказывать о книгах и действительно сегодня буду говорить о книгах которые пополнили мою библиотеку сначала я расскажу о трех книгах одного автора это Даля Донцова писатель легкого чтива издательство как всегда традиционно Эксмо которое мне категорически нравится по качеству печати ну что поделать начну я с книги 6 соток для Робинзона здесь у нас главная героиня забыла кто Даша Васильева сразу видно что в данном произведении либо автор сам пришел к такому выводу либо редактор подал такую идею немножечко запутать читателя как-то вырасти как автор то есть у нее здесь встречается сравнение о котором она ранее не прибегала например как замерла как ящерица перед нападением на нее или там убежала как мышка завидевшая ловушку то есть ну не свойственно ей ей не удалось не уману читателя в моем лице они как-то вот в тему задвинуть вот эти вот животные сравнения в остальном же книга соответствует обычному стилю танцоровой за что ей в принципе спасибо не надо ей никуда меняться у нее хороший легкий стиль для легкого чтения ну просто чтобы разгрузить мозг если он у кого-то есть мне например иногда возникает ощущение что мне он слегка атрофирован я напомню тебе систему моих оценок она равна рейтингу драгоценных камней на первом месте это алмаз на втором изумруд на третьем синий сапфир и самом низу нашего рейтинга рубин 600 ком для робин зона автор донцова я ставлю по выше указанным причинам все-таки рубин путеведитель по лукам морю также донцова особо я касаться этой книги не буду не буду рассказывать сюжет обычная книга в стиле донцовой если ты читала донцову или видела мои предыдущие видео в которых я уже не рассказывала то в принципе тоже имеешь представление о ней и тут уже больше нечего за сказать присваиваю камень рубин следующая книга клеопатра с парашютом здесь я хочу заметить отдельно эта книга мне понравилась больше чем остальные по крайней мере предыдущие две точно предыдущие двух она понравилась не тем что в кои-то веке то есть у нее такое бывало уже редко-редко книга начинается не с убийства это интересно интересная книга в плане в том что здесь рассказывается закулисье работы магазина косметики дорогостоящей здесь рассказывается о том как происходит работа сетевых сетевых сетевой косметики кажется она так называется ну вроде Арифлейма Эйона то есть меня всегда интересовали вещи которые я называю эти вещи кухня то есть там и не важно чего она касается это кухня видео студии которые снимают фильмы или это кухня туристического агентства или это кухня столовой звучит парадоксально конечно то есть в этом плане очень меня Донсела порадовала еще меня порадовало что она пишет в своем обычном стиле но как будто бы на пике но этот раз она пишет как будто ее что-то вдохновило она в принципе всегда достаточно увлекательно пишет но вот здесь прямо вот отлично пишет лучше чем обычно хотя стиль сохранился хорошая книга даже непредсказуемая то есть я пока читала терялась в гагатках вроде бы основной подозреваемый слишком очевиден а вроде бы и эта очевидность оставляет подозревать что а этот ли это человек то есть книга достаточно она гораздо вот тут Донсовой действительно удалось подняться сохранив свой стиль обычный не прибегая никаким другим трюкам как она раньше пыталась в другой книге там например животных вести в аналогии ей удалось сохранив себя все таки подняться вверх мои аплодисменты я ей даже присужил синисов и фер этой книги следующая книга которую я хочу показать это Сергей Алексеев издательство Астрель кстати хорошее издательство качество печати отлично меня порадовало что я хочу сказать это называется на птичий путь я с ней забыла озвучить из серии сокровищего рикирия то есть это последняя книга из этой серии ну последняя не в плане что он больше не будет писать ничего из этой серии а в плане последовательности что я хочу сказать занудные вещи в жизни не читала то есть я читала целую неделю для меня это безумно долго облично двух дней хватает на неделю правда очень занудно у меня складывается впечатление что ни о чем книга просто набор слов и предложений более скажу человек не читавший ну хотя бы как минимум первую часть сокровища не помет ровным счетом вообще ничего алексей в принципе и раньше не отличался легкостью пера он был слегка такой ну занудливый прошу простить меня поклонникам этого писателя на космосфер как говорится видимо мой мозг еще не дорос до этого писателя но по крайней мере раньше его спасало интерес к его сюжету дело в том что он очень любопытно интересные вещи писал именно о славянах сакральных славянах то есть сакральных вещах славян то есть не исторические факты вот не в плане истории я имею ввиду а вот в плане сакральности очень любопытно было читать в плане информационности и это затмевало такой достаток как занудность его пера но в этой книге ничего подобного нет этот аспект не прослеживается я просто заставляла себя читать эту книгу вот до такой степени а-а так что разумеется она в моих глазах не заслуживает большего камня чем рубин мне еще оценку ставлю мне кажется книги это такая вещь которую нельзя оценивать у каждой книги есть свои читатели кому-то она может не понравится кто-то станет таким фанатом что просто сидишь удивляющийся откуда вот ну пусть у меня будет все так вот приземленно и последнюю книгу я хочу показать издательство Захаров книга называется арестономия написал ее Кунин у которого настоящая фамилия Чхартишвили то есть Кунин это его псевдоним кто кстати не знает почему Кунин же очень большой поклонник японской культуры и Кунин в японской культуре это термин обозначающий злодея но не просто злодея там вора там разбойника убийцу а злодея в плане что это человек с достоинством ну как тебе привести примеры что-то вроде Робин Гуда хотя конечно Робин Гуд это очень и очень упрощенная версия что-то я удалилась от основной темы итак эта книга заключает в себе два аспекта наверное так можно выразиться то есть одна глава идет философские рассуждения самого Кунина то есть здесь кстати не только рассуждения Кунина но и немножечко есть история философии он этого касается сама философит то есть и почему она называется листономия этот термин вывел сам Кунин это термин человека с определенным набором качеств а чтобы узнать каких тебе придется прочесть эту книгу она правда стоит того это значит если бы политики люди влияющие на политику влияющие на культуру влияющие на страну пошли бы эту книгу и намотали бы на угол то что считает нужно бы сказать гениально Кунин ох мы бы стали жить лучше не прямо сейчас эволюция она не может вот так вот по щелчку происходить а конечно спустя там я не знаю в лучшем случае десять лет так что чтобы особо не грузить читателя своей философии и философии других мудрых воистину людей а Кунин сделал хитро одну главу он пишет о философии а другую а другая является сюжетом его произведения это произведение также весьма любопытно речь идет о последствиях революции семнадцатого года что было после как это все выглядело как изменилась страна чешский менталитет гражданская война действительно стоит прочесть эту вещь однако это нелегкое чтиво это глубокомысленное здесь нужно смысливать поэтому я думаю которые в силу каких-то причин не задумываются как улучшить нашу жизнь свою жизнь жизни соседа в конце концов она которую живут просто по инерции как живется то есть на ось я думаю ему эта книга не понравится а вот человеку который задумывается над чем-то любит поразмыслить над тем или другим я думаю стоит прочитать действительно стоит потому что Акуни здесь выдвигает очень много идей и нам многое это просто посмотрим совершенно с другой стороны и конечно же так как я пару раз в описании этой книги назвала Акунина гений мне присуждаю самую многоценную камеру масс притом в платиновой оправе на этом все из тебе есть что мне посоветовать прочитать оставляй мне комментарии с радостью прочту я желаю тебе побольше читать и побольше философствовать потому что я мысль значит я существую на этом все пока не знаю пока я